Вы никогда не сможете определить любовь, потому что любовь – это чувство. И любая попытка как-то объяснить чувства наталкивается на проблемы. Мы все разные. У нас разный мозг, разный психик, разный жизненный опыт. И он в значительной степени определяет то, какие чувства испытывает человек. Вообще, для того, чтобы испытывать любовь, нужно очень много знать, понимать. По молодости, конечно, любовь, она тоже построена на всяких разных фантазмах. Если не сказках, то, по крайней мере, и фильмах или каких-то историях о любви и так далее. Это быстропроходящая натура. А если говорить про любовь как про состояние, чувства. Есть чувство – я люблю, а есть состояние – любви. Состояние любви невероятно разнообразно. У моего любимого философа Ролана Барта есть книга «Фрагменты речи влюбленного», с которой он описывает разные состояния, в которых, оказывается, человек, испытывающий чувство любви. Там по алфавиту прямо – А, Б, С, Д, и разные состояния. И он говорит, что это некие фигуры, которые мы занимаем в смысле не столько геометрическом, сколько хореографическом, действительно, потому что есть любовь, страсть, есть сомнение, есть ревность, есть восхищение, есть подарок. Подарок любимому человеку – это тоже какая-то особенность. Это не просто подарок как таковой, там же сколько смысла. Поэтому любовь – это сложная штука, ее не изъяснишь. Продолжение следует...